Любите играть в GTA, но вечно не хватает денег на новые транспорты и недвижимость? Тогда загляните в группу Кфасмиллеру. Это надежная группа с недорогой и быстрой прокачкой. И доступна она на всех актуальных платформах. На ПК, PS4 и PS5, Xbox One и Serie X и S. А больше вы узнаете по ссылке в описании. И снова здоров, с вами Маркус. И в этом ролике мы с вами пройдем испытания на время и испытания на время на RC. И также поговорим о бонусных выплатах и ивентах, которые Rockstar для нас запустили на этой неделе. Ну и начинаем мы, конечно же, с бонусных выплат. Первое это двойные выплаты денег опыта за противоборство зверь против маньяка. Этот режим у нас вернулся на Хэллоуин на этой неделе и Rockstar на него впихнули сразу же двойные выплаты. Режим интересный, честно скажу, потому что на предыдущих Хэллоуинах я в него вообще не катал. И вот на этой неделе я в него окунулся. Можно подзаработать, можно поиграть. Народ по сравнению даже с тем же самым судном днем здесь тусит постоянно. То есть я с утреца зашел, чтобы вот как раз таки записать этот момент. И все равно народ катал в этот режим. Хотя обычно с утреца, когда ты заваливаешься в каком-нибудь противоборство, приходится искать народ где-то в районе получаса, а то и больше. Здесь же мы собрались где-то за минут 5 от силы. Но при учете того, что мы скатали в 2 раунда и в общем у нас была полная лобби. Я получил за 2 выигранных раунда всего лишь 50 тысяч. Да, возможно, конечно, для кого-то покажется эта сумма большой, но это противоборство. И за 2 выигранных раунда иногда можно получить гораздо больше. Тут, конечно, все зависит от противоборства, от количества времени, которое мы потратили, и от количества народу. Здесь оно ограничено 10 игроками. И, возможно, вот это главная причина. Можно было бы хотя бы роком сделать человек по 16, было бы и народу побольше, и, возможно, и денег мы бы получали тут побольше. А так я получил только 50 тысяч. Но, опять же, советую ради интереса в него скатать. Я поиграл и за одну, и за вторую команду. Далее, двойные выплаты денег опыта за доставку экспортного транспорта. Что же хотелось бы добавить по поводу экспортного транспорта? Один из вас, ребята, в комментариях мне написал, что даже не имея автосервиса, у него заспаунился экспортный транспорт. Хотя, в принципе, по логике он его не должен был видеть, потому что у него нету автомастерской. Соответственно, у него нет специального списка с этим экспортным транспортом. И каким хреном у него так получилось, я не знаю. И у меня тут только есть одно предположение. Возможно, уроки на эту неделю это все дело как-то убрали. Типа, вот у вас есть Церберус, и чтобы все его увидели, мы уберем факт того, что у вас должна быть автомастерская. И вы сможете на этом подзаработать и увидеть тот же самый Церберус, который всем, в принципе, нахрен и не сдался, если честно. Но за доставку одного транспорта вы будете получать по 40 тысяч. А за доставку всей коллекции за один реальный день вы получите еще один бонус в размере 200 тысяч баксов. То есть, в общем, можно 600 тысяч на этом экспортном транспорте поднимать в реальный день. Ну и тройные выплаты денег опыта за события и испытания свободного режима. Опять же, этим будут заниматься по большей части новички, по причине того, что они по большей части тусят в свободных сессиях и чем-то там занимаются. А игроки с более высоким уровнем обычно сидят в одиночных сессиях и тихонечко фармят баблинское, потому что так удобнее и безопаснее. Это у нас были все бонусные выплаты. Переходим с вами к ивентам. И опять у нас маски. Да, роки решили не мучиться и на вторую неделю подряд нам впихнули маски. Первую маску под названием Голод вы получите как только зайдете в игру. Да, вы ее видели в новом режиме Судный день. И вот роксар решили ее нам раздать. Вот мол, радуйтесь и ходите в этих масках. Вторую маску под названием Зеленая винтажная мумия, она у нас слева, вы сможете получить, выполнив на этой неделе заказное убийство от Франклина Клинтона. В принципе, простое задание. Позвонили Франклину, он вам дал задание кого-то хлопнуть, вы хлопаете и получаете эту маску, если вдруг кому-то она еще нужна. Все, больше кроме этого у нас вообще никаких ивентов на этой неделе нету. Хотя, опять же, стоило роксарам подвезти хотя бы к Церберусу все это дело, могло бы как-то это все красиво выглядеть, можно было что-то придумать. Ну или, по крайней мере, к режиму Зверя против Маньяка тоже, в принципе, могло бы как-то прокатить. И самое интересное, то, что роксар назвали эту неделю апогеи Хэллоуина. То есть, это самая пиковая точка и следующая неделя должна быть по логике чуть-чуть хуже, чем эта. А хуже этой Хэллоуинской недели я даже не могу себе представить. Ну а далее у нас испытания на время. На этот раз мы прокатимся от Вайны База до Вайнвуд Хиллс. Довольно-таки интересный, но и сложный при этом все маршрут. А погнали мы на бате 801. Конечно же, мы поедем не по GPS-нику, куда же нам без этого? Про данное сокращение вы мне постоянно писали в комментариях, и вот я им пользуюсь. Конечно, по времени я где-то немножко потерялся, потерял секунды свои, но все-таки смог приехать гораздо быстрее, чем мне указывала игра. И, в принципе, я свои 100 тысяч получил. Субтитры сделал DimaTorzok. Субтитры сделал DimaTorzok. ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА Ну и вот мы уже испытания на время на бате 801. Переходим с вами к испытаниям на время RC. Сегодня у нас карьер Дэви Сквар. Здесь у нас, в принципе, уже все знакомо. Старайтесь не наезжать на кочки, потому что RC-бандиты сразу же моментально меняют траекторию. Почаще смотрите на карту, потому что чекпоинты, особенно под железными конструкциями, раскиданы так, что вы их сначала не увидите, и они окажутся где-то позади вас. Так что осторожнее с этим. Ну и, конечно же, берите чекпоинты по касательности. Здесь это довольно-таки удобно. Можно спокойно срезать углы и экономить себе какие-то доли секунд, чтобы потом спокойненько доехать до финиша. Продолжение следует... Продолжение следует... Ну и вот мы пришли. Испытание на время и испытание на время на RC, за которое мы получили по 100 тысяч баксов. Мы говорили про бонусные выплаты и ивенты, которые Рокса для нас запустили на этой неделе. Но у меня на этом все. Если ты досмотрел данный ролик до конца, тебе понравился, ты узнал что-то новое, то обязательно подпишись на мой канал. Не забудь проставить лайк и нажать на колокольчик, чтобы не пропускать новые ролики. Ну а я с вами прощаюсь и удаляюсь. Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok